Музыка Вот это молодец! Вот, давай! Отбой теперь не будет! Здравствуйте, общественники! Здравствуйте! Ну вы смотрели «Русский подворец»? Да! Ну-ка, все в восторге! Не стыдно, скажем так! Вот самое главное! Мы вот проедные должны как бы нить провести, чтобы было не стыдно. Тогда наш географический комплекс какой-то завершенный будет иметь. Ну еще, пожалуйста, линейка для 140 национальности, она открыта. И у нас тут гектаров много. Ну, сам факт. Здравствуйте! 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 Под большим шатром голубых небес Край Саратовский расстилается. Красотой своей и успехами, и талантами прославляется. Славен песнями он народными, Славен танцами хороводными, И умельцами край наш славится. Есть с чем праздник нам позабавиться. Музыка Музыка Очень хорошо, что сегодня вот такой один из знаковых фестивалей, который проводится уже, как Борис Леонидович сказал, в седьмой раз. Соответственно, и погода сразу изменилась, учитывая, что все ингредиенты должны были поспеть к этому времени, так как погода была не очень теплая, были проблемы. Но сейчас все выровнялось. Я несколько слов хотел бы сказать о комплексе. Наш этнографический комплекс, он, по сути, но такой был незавершенным, да? И сегодня, посмотрите, одновременно практически открылся храм с дорогой практически сюда. И открылось такое вот русское подворье. Фестиваль у нас практически проходит каждую субботу и воскресенье, особенно август, сентябрь и включительно по октябрь. Впереди у нас сегодня проходит фестиваль Хвалынские, Хвалынские пленеры. У нас следующий фестиваль – это Балашове, наше Прихоперье, где тоже приедут все практически муниципальные театры и нашей области, и наших соседей. Приедут все лучшие театры России к нам, и это будет тоже в течение недели проходить. Поэтому это знаковые события. Я вас поздравляю с сегодняшним событием, и желаю, чтобы лучшие представители команд сегодня порадовали. Они порадуют вас самым главным своим результатом. Это будет хороший, незабываемый, радостный вечер. Валерий Васильевич, 12-й год. Мы первый раз проводим окрошку, и вы поддержали этот фестиваль. Вот до сегодняшнего дня он живет, и с сегодняшнего дня будет жить в новых стенах русского подворья. Поехали! Поехали, друзья! Прекрасный конкурс, фестиваль русской опроски открыт! Впереди нас ждет самое интересное – поединок, в котором команды докажут, что любимое традиционное блюдо можно превратить в кулинарный шедевр. Гармошки. Все достойно. Видите, какие старинные? Письмо от Натальи, от вашего брата Семёна. Это тоже из моего собрания. С такой гармошкой он сидит. А это суддог? Приданный? Да, суддог. Приданный. Приданный. Вот в этом вот виле. Это подлинная, кованая по XVIII веку подлинная вещь. Кованая, да. Приданный порш земли, который вынули на строительство исторического парка. В нем была эта подкова. Там же были… А, исторический парк. Там же были конюшни. Там, да. Подкова, вот гвоздь кованый. Это где новый музей построили? Вот там они шли. А это мостовая, которая там была. Мостовая, да. Вот я их все собрал, и сегодня они здесь присутствуют. Молодец. Про эти конюшни все написано. Ну вот. Вынимаете? Смотрите, прялки. Зимой хозяин вырезал трассы. Здравствуйте. Вот интересно очень эти гири. Вот левая гиря нам знакома, потому что один там 3-5 килограмм. А правая гиря 4 килограмма. 4 килограмма. Видели когда эти гири? Такого никогда не было. Почему? Четверть кода. Другая. Шестнадцать кода. Линейка другая. Видишь чай? Вот. И вот здесь история чая полностью. Вот смотрите. История чая в России. Первого момента, как он с Китая пошел. И кстати говоря, вот эта дорога новая, которую сейчас строят. Шанхайгам. Шанхайгам. Это как раз фактически повторение дороги, по которой чай сюда возили. Его же везли из Китая через Казахстан. Он заходил на Саратов, на Казань. Ну мы об этом разговариваем с теми, с кем у нас соглашили. В том числе Хубей, провинция другая. Кстати, Хубей шел. Ну я понимаю все. Поэтому у нас есть соглашение. Как раз оно в рамках шелкового пути. Хорошо. Вот мы видим самовар здесь даже есть. Это вот первые Баташовские братья Баташовка. Это в моей коллекции самовары. А все остальные это Семен Голосов. Гроза всех администраторов. Это походный самовар. Но наши люди умудрялись с помощью этого кипятильника не только чай сделать, но даже пельмени варить. А здесь у нас... А это кто? С Саратовченко? Нет. Это известная картина. Бориса Кустодиева, Кук Чеха за чаем. Кук Чеха за чаем, Борис Кустодиев. А я про что говорю? Я же говорю наше известное. Рассказывайте нам. Тут наши только образы должны быть. Саратовский комач, блины. Вот этот стол был всегда сервирован, да? И снопы, вот Женя, разгораживай. Снопы урожая этого года. Это правильно. Вот это всегда должно быть. Это богатство. Символизирует богатство. Можешь есть хвалынский яблоки. Смело бери ешь. Какой сон? Хвалынский. Вот так и называется, да. Ну запах-то какой. Видите? Запах. Он наполняет здесь запахом. Да ну называйте Мальт. Какая разница? Вкусные, ладно. Делайте. Обращаю ваше внимание. Красивые. На этой стене портрет Петра Первого. И вот инвестиционная табличка. Видите? Все в тему. Юбилей Петра и юбилей его приезда. Учитывая, что Петр Первый. Вы знаете, Петр Первый посещал Саратов? Знаем. 300 лет только сейчас. Саратов был на набережной. Останавливался в Саратове. Очень хорошо, что вы знаете. А если бы был русский дом, он останавливался в русском Конечно, конечно. Но мы восполнили то, что где он должен был остановиться, восполнили теперь. Конечно. И в год 300-летия посещения Саратов, в 22-м году, вот здесь мы как бы это мероприятие проведем. Все написано, да? Отлично. Ну как вам русский ресторан? Прекрасно. Где еще такой есть? Скажите. Открывайте интернет. Где есть? Сегодня заполняйте интернет. Что есть такое теперь место? А квас-то есть? Это у нас настоящий томат натуральный. Какой квас? Это диетическое блюдо. Ближе к итальянцам. Ближе к итальянцам у нас ветераны наши. С удовольствием. Угостите, пожалуйста. Три ложки гаспачо счастливого дня. Только вам мы раскроем секрет нашей окрошки. Для остальных секретов и секрет. Секретный ингредиент нашей окрошки любовь к Саратовскому краю. Вот это молодцы. Валерий Васильевич, мы знаем то, что окрошка традиционно наше блюдо. Традиционно русское. Мы сейчас посмотрели. Волжское блюдо. Не только русское. Чем больше съедите, тем больше узнаете, угощаете. Появилась она благодаря бурлакам, которые возили тяжелые баржи. Им выдавали квас и сушеную гобу. С тех пор много грибетов добавилось. У каждого народа есть свои холодные супы. Но у нас родилась окрошка. Поэтому не включается. Она у нас здесь проходит фестиваль. Бурлаки резали. Соленую рыбу. Мы вам добавили то, как любят сейчас по Волжу. Это натуральное свежее мясо. Да. А уха от кого же? Одни уже. Поэтому фестиваль у нас проходит. Валерий Васильевич. Конечно. А еще окрошка за границей, даже символ России. Туда приводят специальные наборы, где есть русский, волшский квас. И ингредиенты. Я вас что попросил бы? Чтобы вы по очереди музея рассказывали про нашу этнографию. Мы с удовольствием. Мы с удовольствием. Потому что вы настолько глубоко живете в этом процессе и очень правильно. Поэтому община должна быть подвижной. А потому что наш секретный ингредиент – любовь к Саратовскому краю. Спасибо. Настоящие патриоты. Спасибо. Спасибо. Заливай, Юля. Спасибо, господи. Заливай, Юля. Захотела воли ласточка моя. И любовь не клетка ласком на замок. Улетела птичка в теплые края. Да остался в сердце острый когооток. Улетела птичка в теплые края. Да остался в сердце острый когооток. Что ж тебе пивунь я не жил со мной. Я же не неволю, даже если мог. Вырвалась из клетки, из моей грудной. Да остался в сердце острый когооток. Слишком много птичек, она любви поет. Как за ногу вырвал острый когооток. Слишком много птичек, она любви поет. Как за ногу вырвал острый когооток. Прилетайте птички, поклевать жена. И повеселимся, ласточки мои. В небо дыма юмам зелена вина. Будет песни, песни, но не до любви. В небо дыма юмам зелена вина. Будет песни, песни, но не до любви. В небо дыма юмам зелена вина. Каждый думал о своей любимой. У каждой окрошки был свой своеобразный вкус. Свой рецепт, свои вкусовые качества.